Здравствуйте! Однажды Иисус встретил человека, рожденного слепым. Кто-то спросил, этот человек родился слепым. Иисус, скажите, почему он родился слепым? В то время люди думали, что рождаются слепыми из-за греха. Поэтому кто-то сказал, наверное, родители согрешили. Поэтому он родился слепым. Но другие сказали, тогда почему он родился слепым, а не его родители? Наверное, он согрешил. А как же в утробе матери он может согрешить? И они начали спорить, что виноват родители или он сам. И спросили у Иисуса. Иисус, он родился слепым. «Кто согрешил, родители его или же он?» Но Иисус сказал, согрешил ни он, ни родители его. «Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Вот представляете, эти слова услышал этот слепой. «Что только что сказал Иисус?» «Согрешили ни родители мои, ни я. А это для того, чтобы я верил в дела Божьи на мне?» Если бы слепой человек услышал эти слова, он бы подумал, «Значит, Бог будет действовать через меня». «Значит, Он откроет мне глаза». Вот такое сердце формируется в нем. Однажды я общался с женой одного служителя. У нее была болезнь, и у нее была мысль, могу ли я исцелиться от молитвы. «Значит, с какой душой я молюсь над больными, или когда говорим молиться?» «Я передаю сердце Иисуса Христа». А Иисус говорит, «Позволь мне исцелить тебя. Позволь мне вылечить тебя. Иисус говорит, «Я хочу исцелить тебя». Иисус говорит, «Позволь мне дать тебе здоровье». Вот такое сердце у Иисуса. Потому что Иисус сказал, что на нем явятся дела Божьи. «Значит, должны явиться дела Божьи». Иисус не говорит, «Ты должен что-то сделать». Он говорит, «Позволь мне исцелить тебя». Он говорит, «Позволь мне вылечить тебя». «Позволь мне сделать тебя счастливым». Позволь мне сделать тебя здоровым. Позволь мне сделать из тебя драгоценного служителя. Позволь мне сделать тебя ловцом человека. Вот что говорит Иисус. Вы ведь знаете эти слова, да? Иисус сказал, «Я сделал тебя ловцом человека». Что это значит? Это значит, что Я сделал из тебя ловцом человека. Позволь мне это совершить. Я сделаю тебя ловцом человека. В английском языке написано «Let me», то есть «Позволь мне». Он говорит «Позволь мне исцелить тебя». Иисус говорит «Позволь мне сделать тебя ловцом человека». Потому что это хочет сделать Иисус. Он хочет совершить. И надо, чтобы наши сердца были едины. Иисус хочет сделать меня ловцом человека. Иисус говорит «Позволь мне это сделать». Есть то, что хочет сделать Иисус. И Он просит «Позволь мне сделать тебя ловцом человека». Встань, пойди к купальному селам и умойся. Что значат эти слова? «Не ты должен сделать то, то, то». Нет, имеет в виду Иисус. Иисус хочет сказать «Позволь мне открыть тебе глаза». Вот что обозначают Его слова. «Пойди в купальному селам и умойся». Что обозначают эти слова? Ты, если пойдешь и умойся, ты прозришь. Иными словами, Иисус говорит «Позволь мне открыть тебе глаза». Не мы должны что-то делать. Иисус говорит «Я открою тебе глаза». «Поэтому позволь мне открыть тебе глаза». Жена миссионера, Ионде, она сильно заболела из-за коронавируса. И она лежит в постели. «Я спал, потом проснулся и позвонил ей». И рассказал Евангелие Диоанна 9 главу. Иисус сказал «Не согрешил ни Он, ни родителей Его». Но это для того, чтобы на Нем явились дела Божьи. Господь хотел, чтобы через этого слепого человека явились дела Божьи. Иисус говорит «Позволь мне через тебя показать, что это значит?» «Пойди к купальному селам». Поверх нас накажется, что надо просто пойти к купальному селам и умыться. Но с чем мы глубже будем размышлять над словами Иисуса? Иисус говорит «Я подправлю тебя к купальному селам, я открою тебе глаза». Пожалуйста, содействуй мне. Когда мы молимся за наши болезни, у нас есть переживания. А вдруг Иисус не исцелит меня? По-моему, Он плохо отвечает на молитвы. По-моему, Он не выслушает меня. Пожалуйста, исцели мою болезнь. Мы говорим таким образом. Но, знаете, что важно? Допустим, есть жених и невеста. Нет, давайте. Есть молодой человек и молодая девушка. И молодой человек полюбил эту девушку. Он говорит «Я люблю вас». Что это значит? Это значит «Позволь мне стать твоим мужем». Или «Стань моей женой». Они имеют одинаковый смысл. Так, когда молодой человек говорит девушке «Позволь мне любить тебя», это значит, что «Позволь мне стать твоим мужем». И, я думаю, вам понятно, правильно? О, эта девушка такая красивая. Ой, мисс Ким Ёнг Су, выйдите за меня сам. Я люблю вас. Позвольте мне стать вашим мужем. Это называется «Предложение», правильно? Предложение, правильно? У вас получилось жениться, сделав предложение? А вы делали предложение? Да. Что вам сказала ваша супруга? Она сказала «Хорошо». Молодой человек говорит «Позволь мне стать твоим мужем». Понимаете это? А девушка отвечает «Почему вы только сейчас говорите об этом? Я так давно ждала этих слов». И тогда у них формируется одно сердце. И все, что их преграждало, разрушается. Да, потом можно говорить «Вот, давайте будем жить так, давайте будем жить в таком доме, пускай у нас будет 15 детей, и давайте будем жить счастливо». Но я думаю, если сегодня сказать «Давайте родим 15 детей», тогда скажут «Ты что, с ума сошел?» Но не просто говорят эти слова. Выражают свою любовь. И формируется одно сердце между двумя людьми. Так формируется также любовь между нами и Иисусом. Иисус говорит «Я стану твоим господином». «Я стану твоим лидером». «Я буду вести твою жизнь». «Я сделаю из тебя ловцом человека». Мы очень многое хотим получить от Иисуса. Но наоборот, Иисус хочет также получить от нас. Что сказал Иисус, рожденному слепым? «Пойди к купальним силам и умойся». Почему? У Бога был план. Он хотел, чтобы на нем явились дела Божьи. По этой причине, Господь Бог хочет открыть глаза этому слепому и явить дела Божьи. И важно, чтобы слепой тоже сердцем участвовал в этом деле. Легкие от нашей жены, миссионера, очень сильно повредились из-за коронавируса. Почему же она заболела коронавирусом? В Библии есть ясный ответ. Не пасыр Кимом Сок согрешил. Не жена миссионера Йон-Джей согрешила. Но это для того, чтобы на ней реверзило Божье. Иисус сделал брение и помазал глаза слепому. И потом, когда сказал «пойди к купальним силам и умыться», важно то, что Иисус все это делал для того, чтобы открыть глаза этому слепому. Таким образом, Иисус хотел явить дела Божьи. Когда мы читаем Библию, Библия написана «Так возлюбил Бог мир». Я молился за жену миссионера Йон-Джей. Я искренне молился перед Богом. У нее не падает температура. Если она не исцелится. «Ой, наверное, у меня нет веры. Ой, наверное, я что-то неправильно сделал. Наверное, из-за того, из-за другого». Тогда будем обвинять себя. Да. Люди, они обвиняют всегда себя. Но не мы должны стараться делать хорошо. Нужно познать сердце Господа и Иисуса, который хочет исцелить нас. Да, Йон-Джей, жена миссионера, заболела коронавирусом. Почему же есть такая трудность? Почему же есть такие страдания? Почему же есть такие боли? Когда я шел в деревне Акухтон, я очень часто голодал. И иногда я видел, как Господь Бог действует в моей жизни. До сих пор я не могу забыть те времена. Однажды я шел на ярмарку, чтобы проповедовать слово. Но, простите, у дороги мне вдруг захотелось в туалет. Но в деревне, где есть туалеты, правильно? И поэтому я спустился немножко с дороги. Так, чтобы не было видно с дороги. Но когда я спустился, я увидел, что там растет множество малиной. Почему именно в тот момент мне захотелось в туалет? Почему именно там я спустился? А, потому что Бог хотел дать мне малину. Чтобы никто не смог забрать. С большой дороги не видно, что там растет малина. Только, наверное, я один спустился тогда с дороги. Вдруг захотелось в туалет. И увидев, что там есть малина, мне сначала казалось, что это не дикая малина. Но оказалось, что это дикая малина. В тот день я поел малины и пошел на ярмарку. И, знаете, ярмарка уже закрылась. И все уже разошлись, никого не было. Но, знаете, я так был рад и так был благодарен, что я до сих пор не могу забыть тот день. Очень вкусная малина была много и много. Однажды утром я находился дома. Я читал Библию, и у меня появилась вера, что Бог даст в тот день много пищи. Я подумал, почему же ко мне приходят такие мысли? Один брат, который был со мной, сказал, «Брат Пак». «Да». «Послушайте меня внимательно. Сегодня даст нам Бог много пищи». Я сказал, «Вы тоже так подумали?» «Я тоже об этом подумал». И вдруг в тот момент постучали в дверь, спросили, «Есть кто дома?» Мы открыли, а там молодой человек. «Рано утром». Я сказал, «Да, заходите в дом, на улице холодно». Он сказал, что живет в соседней деревне. И там была девушка по имени Кыпун. Имя Кыпун. Это женское имя. Из-за того, что не было сыновей, были только дочери, со значением, что вы больше не рождались с дочерью, называют имя Кыпун. Кыпун, Кытя, Кытма. Все это значит, пожалуйста, хватит рождаться дочерям. Если прочитать книгу, которая называется «Королева темных покоев». Это книга автора Кристина Чай. Эта королева была дочерью большого императора в Китае. И у нее родился семь дочерей. И шестую дочь назвали «Хватит Кыман». А седьмую дочь назвал «К сожалению». Что, к сожалению, родилась снова дочь. Раньше было очень много подобных имен. Так вот, и есть старший брат девушки по имени Кыпун. Но в армии он совершил ошибку, и машина, на которую он ехал, проводилась в пропасть. Солдаты взяли его тело и привезли в деревню, на родину. Но старшие этой деревни остановили и сказали, что этот человек не может войти сюда. «Этот человек же, он уже из вашей деревни». Но они сказали «Нет». Только живые могут войти в нашу деревню, а мертвые не могут. Тогда солдаты оставили тело у входа деревни и ушли. Молодые люди по очереди сторожили его тело. Старшие деревни должны были организовать похороны. Проходят день, два дня, но никто не проводит похороны. У организаторов похорон спросили, «Почему не проводите похороны?» Но старшие сказали, «Мы не знаем как». «Но мы же до сих пор проводили похороны хорошо». «Я знаю, как хоронить людей, которые умирают в нашей деревне». «Но я никогда не хоронял людей, которые умирали вне деревни». «Нельзя же просто похоронить». «Нельзя». «Это стало проблемой». «Не могут же тело оставить на несколько дней». «Проводили совещание». «Да, главный организатор похорон не знает, как похоронить его». «Знаете, что страшно?» «Ведь большая разница нет, где умер, в деревне или вне деревни». «Правильно?» «Ведь это не важно, когда мы проводим похороны». «И умер 19 или 29 лет». «Это ведь не важно, как хоронить». «Это просто похоронить человека». «Но старшие деревни, они сказали так». «Когда шло совещание, кто-то сказал, у соседей деревни есть служители. Давайте у них попросим провести похоронный». «Рано утром молодой человек пришел к нам». «Для чего?» «Чтобы накормить нас». «Мы не знали причины, но Бог дал веру, что Бог накормит в тот день нас большой пищей». И брат, который был со мной, тоже сказал эти слова. «Брат Мак, вы увидите, Бог даст нам сегодня много пищи». У нас вдруг формировалась такая вера. Мы считаем, что эту душу дал нам Бог. И мы поехали в эту соседнюю деревню. Когда мы пришли, сразу же нас накормили. Вы знаете, я подумал, ой, Рис, я давно тебя не видел. Знаете, чьи это слова? Ты не знаешь? Это в истории Намнон? Герой по имени Имуньон приходит в дом Чуньян, говоря о том, что он стал бедным. И, притворяясь нищим, говорит, «О, Рис, давно тебя не видел». Имуньон играет роль. Но, действительно, я долго не видел Риса. Пять раз тогда мы поели. Через несколько дней мы переехали в ту деревню. И вокруг Тони мы открыли наш молитвенный дом. И они искренне верили в слово. И многие люди начали получать спасение. Мы видели, что у Господа Бога есть много грандиазных планов. Когда мы молимся и просим, чтобы Бог исцелил наши болезни, Бог беспокоится, что, если мы не поручим этот вопрос Богу? Когда мы верим, что Иисус хочет нас исцелить, и поручаем себя Иисусу, нам часто приходят мысли, «Вот, я не вел духовную жизнь, я не жертвовал, я сделал много плохого». А вдруг Иисус не услышит мою молитву? Мы не должны так думать. Иисус говорит, «Я хочу, чтобы через тебя я верю в дела Божии». «Что значит пойти к упанию силам и умойся?» Это значит, «Позволь мне открыть тебе глаза». Иисус не говорит нам, «Не, я тебе не помогу, ты же сделал плохое». Он говорит, «Позволь мне открыть тебе глаза». Он взял бренья и помазал глаза слепому. И говорит, «Пойди к упанию силам и умойся». Эти слова значат, «Позволь мне открыть тебе глаза». Сердце Господа Бога, который хочет открыть глаза, намного больше, чем желание слепого, который хочет презреть. Вчера вечером я общался с женой служителей и ей рассказывал эту историю. Поскольку воля Господа Бога заключается открыть глаза этому слепому, независимо от его вида. Конечно, слепой тоже хочет презреть. Но он не может даже об этом подумать. Но Иисус говорит, «Я открою тебе глаза». «Пойди к упанию силам и умойся». Тогда ты сможешь видеть. Ты изменишься. Ты поменяешься. Есть очень схожая история. История о неймане. Ему сказали, «Если окунуться семь раз, он сможет выздороветь». Так ведь? Семь раз? «Хорошо, я пойду, я окунусь семь раз в Иордане». Нужно было просто пойти. Тогда он изменится. Однако, что же он сказал? Неман сказал, «Разве Аван и Фарфар и реки Дамаска не лучше всех вот в Израильских? Не лучше мне туда кунуться, чем здесь». С гневом уходит. Почему? Потому что Сатана действует среди нас. Иисус сегодня искренне желает трудиться для вас. «Скажите, пожалуйста, среди вас есть сестра с трудным характером, которая постоянно вредит мужу, которая пренебрегает свекровью и свекра, которая бьет других детей. даже если будет такая женщина, Иисус желает действовать вот такой женщиной, чтобы через нее явились дела Божьи. Среди вас есть те, которые находятся во тьме, которые ни с кем не общаются, которые всегда ропщут, которые готовы убить кого-то, которые мучают. Даже у такого человека Иисус хочет действовать. Иисус, Он не человек. Он Бог. У Него есть сила, чтобы исцелить нас. У Него есть сила, чтобы помочь нам. У Него есть сила, чтобы изменить нас. У Него есть способ, чтобы мы пришли в Царство Небесное. Но Иисус беспокоится, что из-за Сатаны мы не попадем в Царство Небесное. Неважно, какая у вас душа. Нужно иметь веру, что Иисус Христос будет действовать у меня. Скажите «Аминь». Разве не так? Сатана говорит «Нет, Бог не будет у тебя действовать». Ты же обманывал. Ты же не был на собрании в воскресенье. Ты же воровал. У тебя же нет веры. Сатана говорит «Господь не будет у тебя действовать». Иисус не сказал «Будь чистым, чтобы помочь тебе». Не греши, тогда я буду помогать. Я буду помогать, если будешь делать хорошо. Если будешь много молиться, я тебе помогу. Иисус не говорит так. Он просто даром, без цены, Иисус желает действовать внутри нас. Сатана искушает нас, говоря, Когда мы просим у Бога что-то, Сатана говорит «Ты же такой человек, как он у тебя будет слышать». Хотя ты служитель, разве ты что-нибудь хорошее сделал? Бог не будет у тебя действовать. И нам кажется, что надо просить у Бога, тогда Бог чуть-чуть услышит нас, и все. Но это не так. Иисус желает действовать среди вас. Согрешил ни Он, ни родителей Его, но это для того, чтобы до Нем я верзил, лабушие, наша слабость, наша немощь, простите, даже наш грех, который мы совершили, является самым хорошим условием, чтобы я верзил лабушие. Аминь. Но Сатана говорит «Нет, Бог у тебя не будет действовать. Ты же такой слабый. Ты же и мало читал Библию. Ты же жадный. Ты же плохо делаешь. Ты же ругаешься. Как Бог может действовать такого, как ты? Он не будет тебе помогать». Сатана говорит нам эти слова. Но это не так. Иисус, даже вот такого человека желает действовать. Иисус, ты будешь уметь действовать? Ты хочешь помочь мне? Ты хочешь исцелить меня? Да, пожалуйста, действуй. Господь, ты же не человек. Ты пришел ради меня. Ты пришел за мой грех. Ты хочешь... Ты хочешь очистить меня от греха. И ты хочешь, чтобы я ввелись дела Божие. Вы ведь никогда не молились с такой душой. Вам же казалось, что Бог не слышит вашу молитву. Вы же когда можете вспоминать все ваши ошибки, и у вас появляется чувствование, что Иисус не будет у вас действовать, верно? Но Иисус говорит, я хочу действовать у тебя. Он говорит, пойди к купальным силам и умойся. Не надо ничего делать особенного. Просто послушайся. Можешь идти. Можешь идти ползком. Можешь падать на пути. Можешь даже упасть в яму. Но надо просто встать. И надо умыться, тогда ты станешь здоровым. И все. Он говорит, позволь мне исцелить тебя. Когда Нейман пришел, Елисей ничего не требовал взамен. Он сказал, нужно окунуться семь раз в Йордане. Тогда исцелишься. Иисус говорит, позволь мне исчезть тебя. А как? Надо семь раз окунуться. Я открою тебе глаза. А как? Умойся окупании села. Что это значит? Позволь мне открыть тебе глаза. Понимаете это? Позволь мне открыть тебе глаза. Именно так говорит Иисус нам. Позволь мне сделать тебя святым. Позволь мне дать тебе силы. Позволь мне исцелить твою болезнь. Позволь мне сделать тебя счастливым. Позволь мне любить тебя. Такие слова наш Господь говорит сегодня нам. Если мы знаем сердце Бога, тогда жене миссионерам просить, чтобы Бог дал здоровье, это ведь не проблема. А, Иисус, ты хочешь исцелить меня? Пожалуйста, помоги мне. Да, я верю. Благодарю тебя, что... До смерти помоги мне, пожалуйста. Как же это удивительно. Сатана искушает нас. И дает нам чувство, как будто Бог не будет у нас действовать. Этот человек подумал. Мне говорят, пойди купальными силами и умыться. Да быть такого не может. Да, ему приходили подобные мысли. Но... Сатана вкладывал множество разных мыслей. Однако... Он последовал за словом Иисуса. Он ни разу не думал пойти к купальню с силами и умыться. Особенно для слепых людей, попасть в купальню очень опасно, потому что если начнут найдут, они не смогут выбраться. Но он решил, я поступлю по слову этого человека, которого зовут Иисус. Пожалуйста, простите, я должен пойти к купальню сила. Если я пойду этой дорогой, смогу ли я и дойти? Нет ли ничего опасного на пути? Простите, я не вижу. Я буду благодарен, если кто-то приведет меня до купальни. Но я пытаюсь дойтись сам. Какая разница, даже если я упаду? Даже если я поискнусь, ничего страшного. Если Бог мне откроет глаза. Что может стать для меня проблемой? Я пойду. Я правильно иду, скажите? Вы представляете, с какой надеждой он начнет идти? Это удивительно. Наши мысли отличаются от мыслей Господа Бога. Сегодня многие христиане ценой своих дел хотят получить награду от Бога. Например, я пожертвовал так много, поэтому, наверное, Бог меня благословит. Я был в воскресенье на собрании. Или я молился, поэтому Бог, наверное, даст мне здоровье. Я же сделал так, поэтому Бог должен мне помочь. Но это не мысли Божии. Бог хочет дать нам все по благодати. Даром. Когда Господь Бог нам давал глаза, нос... Вы представляете, как было бы нам неудобно, если Бог не дал бы нам глаза? Или не дал бы нам ухо? Почему этот человек родился слепым? Чтобы на нем не явились дела Божьи. И Бог допускает и это. Бог может совершить еще большее. Бог может открыть тебе ухо и сделать тебя счастливым. Вот что говорит Господь. За что мы было дарим Господа. Я уже много говорил. Когда моя дочь училась в средней школе, у нее было занятие по химии. После перерыва у нее было занятие по химии. Она пошла в лабораторию. Кто-то на столе, в сосуде, положил слюнную кислоту. И там, так скажем, не было заметно огня. И кто-то не выключил огонь и ушел. Слюнная кислота нагрелась и лопнула. Эта кислота попала ей на голову. Я был в тюрьме в городе Удюнгбуй и вернулся домой. Я был вместе с пастором О Сонг Юн. И когда я возвращался домой, я увидел больницу Ханьян. А там старшая сестра моей супруги работала в отделении по снабжению. И в то время, когда наши братья и сестры ложились в больницу, она выступала как поручителем. И пастор О Сонг Юн сказал, «Пастор, в этой больнице лежит один наш брат. Можете за него помолиться?» И так я приехал в больницу Ханьян. И я выходил из машины, а мой сын, который учится в пятом классе, Закричал, «Папа!» И он сказал, «Сестра лежит в больнице». Знаете, надо полностью прочистить кислоту, особенно соляную кислоту. И сделали вроде бы операцию. И я купил шапку и надел. Утром нужно было ехать на автобусе в школу. Я боялся, что ей может стать плохо. Поэтому на протяжении одного месяца я довозил до школы мою дочь. На самом деле, до того момента я почти не общался наедине с дочерью. Но когда мы ехали в школу или возвращались домой, у нас была возможность общаться вдвоем наедине. Я начал говорить о спасении. Нсук много раз слышал о упрощении грехов. Но беседуясь с нею, я увидел, что у нее нет уверенности в спасении. Спустя несколько дней директор школы позвонил мне и попросил приехать в школу. Я встретился с директором. И директор сказал. Это вина школы. Поэтому лечение инсук мы берем на себя. Порой бывают подобные ситуации. Однажды один брат нашей церкви, он врезался в мою машину Mercedes-Benz. Я вышел из машины. И я вижу, что он немножко выпивший. Я спросил, у вас есть права? Он говорит, да, есть. Я попросил, можно посмотреть? Я посмотрел его документы. Я спросил, можно я сфотографирую? Он сказал, да. Я сделал сфотографию. И взял его телефонный номер. Он был в пьяном состоянии, поэтому это очень нехорошо. Я его отправил домой. Пресс-викторы подарили мне очень хорошую машину. И говорят, что за такое даже столкновение нужно заплатить 8 тысяч долларов мне. И он тоже думал, что нужно заплатить 8 тысяч долларов мне. Однажды пастор Минунги ввел машину. Я сказал, встреться с ним. И ни о чем не говори, передавай Евангелие. И пастор Минунги сказал, чтобы тот приехал в стадион Чамшиль. И придя в этот стадион, он видел, что я передаю слово, и он был удивлен. И получил спасение. Так хорошо. Мы стали очень благодарны. Я увидел, как интересно получать награду не от человека, а от Бога. То же самое касается машины. Однажды я рано утром из Тэчжона должен был ехать в Хангондо. До города Вончжу я должен был доехать и позавтракать, и поехать в город Хангнын. Но утром я встал, смотрю, а машину сзади кто-то ударил ногою. Я сказал братьям, скажите, кто сделал так с машиной? И в то время пастор Хангонжу служил в городе Вончжу. И говорит, у нас нет человека, который мог пнуть вашу машину. Я сказал, ну ладно. Вечером, когда я вернулся домой, я сказал, братья, в городе Вончжу кто-то пнул мою машину. Когда братья сказали, пастор, это в нашей церкви, муж от Ной Сестры, он в пьяном состоянии вчера пришел ночью и пнул вашу машину. И говорит, по-моему, нужно потребовать возмещения. Я сказал, давайте мы получим возмещение от Бога, оставьте это. Но, знаете, однажды я прилетел из-за границы в Корею, и когда я ехал в машине, пастор Ким Сонгун рассказал, пастор, знаете, муж от Ной Сестры получил спасение. Я спросил, а как? В общем, этот человек, он военный. И говорят, что его счастье, был человек, который хорошо занимается физиогномикой. И посмотрели на его лицо. Ему говорят, слушай, у тебя такая хорошая жена. Почему? Родители могут тебя оставить, а вот жена тебя не оставит. И если ты будешь слушать ее, у тебя все будет разрешаться. Я видел лица многих людей, но я впервые вижу, чтобы такая была хорошая жена, как у тебя. Он немножко выпил, но в хорошем настроении он пришел домой. И говорит, пойдем в церковь. И в тот день не было собрания, но он пришел в церковь, я общался и получил спасение. И это стало радостью для всей нашей церкви. Награда, которую мы получаем в этом мире, и возмещение, которое Бог нам дает, это разные вещи. Они хотят получать возмещение от людей. И я много раз видел подобного. Директор сказал, что это вина полностью лежит на школе, а не на дочери вашей. Но я подумал, в классе было 72 человека. Но почему именно с моей дочерью это произошло? Когда я беседовал с моей дочерью, что я мог почувствовать? Хотя она моя дочь, но у нее не было уверенности в спасении. И на протяжении целого месяца я общался через слово с нею. Порой я парковал машину у школы и общался с нею. Если бы я получал возмещение от школы, может быть, я удовольствовался бы этим. Но я даже копейку не получал от школы. Я думал, что во всем есть воля Бога. И действительно, Инсук получила спасение. Это было, когда она училась в средней школе. С того момента она начала меняться. Я был благодарен, что Бог действует ради моей дочери. И ее жизнь полностью изменилась. Сейчас она является директором хора «Гращас». И она совершает то, что не могут совершать другие люди. Несколько дней тому назад я общался с ней по телефону. Я сказал, что фильм о пасхальной контакте был таким хорошим. Поэтому я сказал, и рождественскую контакту снимите, как фильм. Пасхальную контакту снимали два месяца. Она поручила работу всем членам хора и оркестра «Гращас». Знаете, что интересно? Мой внук там играет роль солдата. И внучка тоже играет какую-то роль. В общем, все актеры были мои знакомые. Но они были так счастливы, пока снимали этот фильм. У Сани мы проводили показ фильма в выставочном центре Бекска. И фильм показывали четыре раза. Получается, в субботу я провел один час, и вечером один час. Вечером, в субботу, я поехал на скоростном поездке до Сиула. Потом, после воскресного собрания, я спустился снова на поезде в Пусан. И, в общем, два раза в воскресенье еще провели, и так четыре раза. В выставочном центре Бекска могут собраться тысяча восемьсот человек. И каждый раз собиралось более тысячи человек, и было так хорошо. Четыре раза мы провели показ фильма. И мы думаем, что если в декабре ситуация с коронавирусом улучшится, тогда мы планируем провести концерты в закрытом стадионе Гучок и Центральном театре. Когда братья размышляют об этом, оказывается, все получается. И в чем причина, что все это получается? Когда мы строили молитвы на дом в Кангнаме, мы начали церковь, да были трудности. Но причина, по которой мы смогли преодолеть все трудности, заключается в том, что Господь Бог хочет действовать среди нас. Я ничтожный человек. Но если Бог хочет действовать через меня, Он должен защитить меня, Он должен возвысить меня, Он должен вести меня. Неважно, кем вы являетесь, Иисус желает действовать у каждого из вас. Не согрел ни Он, ни родителей Его. Но это для того, чтобы на Нем явились дела Божьи. Это удивительные слова Иисуса. Пастор Ким Дэйн свидетельствовал сегодня. Когда в Мьяме был военный переворот, и было очень тяжело, я позвонил ему. И, знаете, ему было так грустно. Ему было так тяжело. Другие миссионеры все уехали из Мьямы. И он плакал передо мною, когда я взял телефон. Он говорит, «Пастор, Я общался с ним. Я слышал о строительстве молитвенного дома. Я слышал, что у братьев есть некоторые трудности. И мы собрали немножко денег и отправили им на рис и на строительство. И в Мьяме тоже многие братья и сестры жертвовали. Завтра мы хотим также немножко отправить денег, чтобы они могли завершить строительство, и также чтобы помочь братьям и сестрам. Господь Бог помнит о миссионерах Иим Дэйн, которые служат в Мьяме. Также Бог знает о жене служителей Иоанде, которые служат в Бразилии. Бог знает каждого брата и сестры, которые живут в этом мире. В последнее время из-за коронавируса многие братья и сестры болеют. Я не знаю, почему, но почему-то сестры многие болеют. Но я каждый раз вижу, как Господь Бог ясно помогает нам. Значит, что важно? Бог хочет действовать среди нас. Мы беспокоимся, а вдруг Бог не будет уметь действовать? Не надо думать так. Думайте о том, что Бог поможет вам. Да, мы немощные, мы скверные, мы грязные, мы злые. Именно по этой причине Иисус должен действовать у нас. Он должен омыть нашу грязь. Он должен очистить меня. Он должен сделать меня совершенным. И должен через нас явить свою славу. Может быть, просто вы просите здоровье, но у Иисуса есть определенный план. И Он обязательно поможет вам. Когда Чиоану жалил скорпион, когда пастор Амгенян умирал из-за лихорадки Денге, мы много раз видели, как Господь Бог помогает. Я не могу словами описать, как Господь Бог действовал в моей жизни, когда у меня было больное сердце. Я даже начал приводить все в порядок. Это был апрель, май, июнь, июль, когда я мучился из-за сердца. Но когда мы проводили летнюю конференцию, у меня появилась вера, что Бог дал мне здоровье. С того дня я начал заниматься бегом. В последнее время мне сказали, что из-за возраста мои суставы ухудшились, поэтому нельзя бегать. Но я все равно занимаюсь спортом и играю в корейский квадрат. Я так благодарен Богу, когда я защищаю себя, и когда Бог защищает меня. Кажется, что будут разные проблемы. Кажется, что будут разные трудности и сложности. Но мы можем увидеть, что все это находится в плане Господа Бога, и Бог хочет явить через нас слава и славу. Бог хочет защитить нас, но мы сами также пытаемся защитить себя. Надо поручить полностью себя Господу Богу. Богу угодно действовать среди нас. Поэтому Господь Бог будет действовать и проявлять свою силу. 60 лет я прожил в Иисусе Христе. У меня было много недостатков. Были ошибки. Я делал порой неправильно. Порой мне казалось, что Бог меня оставит. Порой мне казалось, что Бог не будет действовать у меня. Но я понял, что эти голоса идут от сатаны. Даже когда мы грязные, даже когда мы скверные, даже когда мы злые, даже когда мы немощные, мы являемся детьми Господа. И Бог хочет благословить нас. Когда вы молитесь, «О, а вдруг Бог у меня не будет действовать?» Не думайте так. Богу это не угодно. Бог не радуется, когда мы так думаем. Бог говорит, «Я не такой Бог! Я ради тебя! Я живу ради тебя! Я сегодня защищаю тебя! Я хочу через тебя явить свою славу!» Верите ли вы в это? Тогда Господь Бог будет проявлять свою силу. Пока я жил, я использовал человеческие мысли и беспокоился. «Вдруг бы меня Бог оставит? А вдруг Бог не любит меня?» Я думал так. Но это были глупые мысли. «Встань, пойди к упалю селам и умойся. Я открою тебе глаза. Я буду действовать. Иди и умойся». Так говорит Иисус. И этот Иисус говорит сегодня вам то же самое. У тебя есть трудности? Принеси их мне. Я решу. Позволь мне исцелить тебя. Поверь в это. Я буду действовать. Аминь. Не надо просить, чтобы Иисус действовал. Он хочет действовать. Он говорит, «Позволь мне действовать у тебя. Позволь, я тебя исцелю. Сделаю из тебя ловцом человека. Я сделаю из тебя истинного служителя. Я через тебя получу славу. Я сделаю из тебя истинным служителем Бога. Верите ли вы в это? Да. Он не смотрит на наши хорошие дела. Он действует по благодати. Пожилые братья и сестры. С возрастом наше тело становится все хуже и хуже. Верно? Если вашу старость вы проведете с Иисусом, это будет радостью. Пускай у меня ничего не будет. Я доволен одним Иисусом. Аминь. Имейте эту веру. Иисус говорит всем нам. Позволь мне сделать тебя счастливым. Позволь мне явить силу тебе. Позволь мне явить славу свою. Господь искренне просит нас об этом. Я благодарю Господу за то, что Он вел свою благодать нам. Долгое время у меня не было веры. Но хотя я немощный, я славлю Господа, который действует у такого, как я. Я верю, что Иисус будет действовать в какой-то словоповок, так же и у вас. Я славлю имя Иисуса. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok